Итак, идея заключается в чем? Берется любое жиросодержащее вещество. Это могут быть масла. То есть растительные масла, правильно на русском языке говорится растительное масло, а на украинском олия. Не говорится рослы на олия, потому что масло масляное, да? А говорится олия. На русском языке пишется растительное масло. Вот. И твореный жир. Ну, украинский народик сала, да? Вот я взял кусок сала нашего, да, который мы с вами иногда употребляем для того, чтобы печень у нас работала. Вот из этого тут, видите, написано «С творенного жира», да? Значит, ну, здесь горящие жиры, с зеленой жиры это не имеет значения. Дальше. Это могут быть отходы мясокомбинатов, да? Ну, понятно, там всевозможные жиры. Это может быть фритюрный жир. Вот в Макдональдсе в свое время Италия столкнулась с тем, что в маленькой пиццерии, там же через метр, да, у них. А куда девать вот это масло, на котором жарят пиццу, да? У нас жарят, пока не получат солидную. Поэтому я вам не рекомендую есть вот в наших бестровах, крузатых хатах, да? В Макдональдсе там четко, 36 часов, и масло сливается. Сливается в бочки, вывозится в Киев, из Киева вывозится в Германию, из него делают билотоплива, и есть те машины, которые занимаются этим билотопливом. В Англии приедет еще более мощная программа, специальные машины, которые ездят по домам. Мэм, у вас есть отработанное, да? Вносит, квартиру заполучает и дальше. Потом это делается, и из него делается билотоплива. Ну, может быть, мы доживем до этого, я-то точно не это, а вы, может быть, доживете. Вот, дальше. И сейчас, как говорит молодежь, фишка – это из микроводорослей. Выращиваются водоросли, затем они сепалируются, отделяется влага, получается сухая масса. Из сухой массы выдавливают липиды. Это общее название жиров – липиды, да? Выдавливаются, выдавливаются, и получается в итоге что? Масло, липиды, микроводоросли, и из них билотоплива. Есть второго поколения, когда берут, или низкотемпературным, или высокотемпературным биролизом, получают из биомассы просто жидкую такую массу, и потом ее разверняют на углеводородные составляющие добы. Значит, вот мы, для того, чтобы у нас было время потом на реакцию… Сколько так? Значит, вот в этой бутылочке я вам покажу очень примитивно, но оно вроде бы, как бы, по крайней мере, 50-50. Значит, температура реакции, так как здесь присутствует сверху, она должна быть на уровне где-то 50-55 градусов. Значит, вот мы ставим сейчас сюда это масло. Что в этой бутылке? Значит, здесь подсолнечное масло, соевое масло, ну и немножко у меня было масло, вот это липиды. Вот это все, и это я все смешал. Значит, по реакции это должно нагреться, должно нагреться. Перед этим, это одна составляющая реакции, масло, растительное масло, правильно сказать, или жиры, или липиды, да? Вторая составляющая, это должен быть спирт. Спирт. Ну, низший спирт, это, вы знаете, CH3OH. Я не должен вам об этом поговорить и привозить сюда все, но раз уже мы, как говорится, собрались, значит, это бетонус. 10 грамм – это лопаются глаза, и 30 грамм – это смерть, монолит. Значит, вы не боитесь, да? Значит, мы берем этот спирт, и для реакции, вот для того количества масла, которое тут есть, 100 миллилитров, мы наливаем с вами сюда в стакан химический, как он данный, стакан данный. Наливаем с вами, да, вначале давайте мы сделаем данный. Тотализатор. В качестве тотализатора в данном случае используется кальон. Алексей Вернавров, повел в свой проект, мы сегодня взвесили его, и, так сказать, вот я его высыпал туда. Вот, значит, реакция идет с небольшим увеличением тепла, 10 метров 25 миллилитров это несколько превышает стихиметрический состав который 25 миллилитров мы сюда набили закрыли в реальных условиях это герметические емкости в которых это все делается то есть мы с вами сейчас готовим фактически раствор метоксида калия то есть происходит реакция CH3OH плюс калио H CH3OH плюс калио H там получается кажется вода да не кажется вода и метоксид калия ну я думаю вы реакцию это можете написать на бросание значит мы ее как сказать мы ее вода потализатор значит взбалтываем ее с небольшим отделением тепла но в данный момент мы сколько там температуры дело в том что температура нужна для того чтобы реакция прошла в течение нашей лекции потому что можно делать и при комнатной температуры но тогда это значительно происходит дольше а сливать не тут да сливать не тут да сливать не тут маловато а потом еще дополнительность мы берем это и выливаем это тоже делается все автоматически а вообще-то используем декорсит калия то есть уже готовый такой раствор потому что неприятный момент какой что когда происходит эта реакция образуется вода а вода ну в общем с 3 лицелидами масла здесь сложная формула достаточно это формула значит остров лицелин и на нем висят радикалы жирных кислород калекалы жирных кислород так давайте садимся ну что не очень не очень не очень не очень не очень ну не очень ну ну это что еще 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 значит мы с вами слили но это можно было все на фильме и посмотреть на это мы живем как-то вроде интересно значит вот такая характерная реакция вы сейчас увидите вот сейчас начинается так называемая реакция перетарификация это но я чуть попозже прокомментирую вам значит мы закрываем вот 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 мы сделаем таким образом вообще это делается по-разному в разных устройствах но одно самое простое это сливается и мешалка механическая мешалка которая перемешивает этот раствор в течение 45 минут мы попробуем это сделать проще вот по крайней мере раньше получалось ну и чтобы шла реакция мы поставим вот время определенное должно пройти 45 минут я вам говорил что это в кубе мешается в кубовой емкости но думаю у нас здесь получится так это вот вкратце по тому что мы с вами сделали если там все правильно все эти иммигады это должно это дело получить например я вам принес что как делается это вот в германии они начали авто и германии это начали делать лет двадцать лет назад значит вот перед вами на синяя репаха раз франция себя представляет такой с ручками вы видели желтые поля так может кто-то видел и вот вырастает куст большой и но есть у меня сайт вы потом запишите с этого сайта вы можете это все там посмотреть вырастают вот такие вот двухмиллиметровые зернышки значит с гектара германия снимает до пяти тонн у нас в очень удовольствие три тысячи гривен стоит 100 на раз но если он ушел за рубеж почему потому что у нас нет налога на него а германия и другие страны берут для чего для того чтобы делать ему практически все вы хотя я вам честно признаюсь все было написано но и всем президентом и всем премьер-министром как на духу и все ответы какие один и тот ответ ты умный ты все знаешь германии мы были мы все были в германии видели эти поля кошки в нем а в очереди нас такие вот стопах писем ну я не из-за того чтобы критиковать наши власти тем не менее один из главных составляющих это является что добрая воля правительства должны хотеть этого вы понимаете или на заложку заставляли вот если мы попали в евросоюз то нас заставили тогда добавят сейчас румыны и балкары вошли туда и мы сказали через два года вы должны заправлять топливо в б5 это пять процентов гектар дизельного топлива и 95 процентов дизельного топлива белару сделает уже 240 тысяч тонн в год у белорусов. Литва, Латвия, Эстония. То есть почему? Эти 5% резко улучшают экологию выхлопных газов. Резко улучшают экологию выхлопных газов. Да, ну и что же я могу вам сказать? Вот по этому поводу мы совместно с РБК Винни-Палмана написали вот такую вот книгу. Растительные масла и топливные космосы для дизельных пир. Ну и у меня базовое образование. Это дизельные методиумы сгора. Но так как я когда начал это дело, меня заинтересовало, что... А жену у меня химик. И я ее, как говорится, в принудительном порядке заставил, чтобы она купила ей 2 литра чумака подсолнечное масло и рапсовое масло. Я заставил, она мне сделала европейского качества, но как химик топливая. И я вот его начал исследовать и так далее. Поэтому я говорю, я юный органом, юный химик и профессионал двигательства. Берется 3 тонны этого семян, из него получается тона масла. Тона масла. Почему? Холодного отжима, чтобы фосфолипиды не перешли куда? В масло. Ну это я потом, если надо, поясню. Что происходит в Малайзии? Всех аборигенов выгнать. На всех островах вырубили все и посадили пальму. И сейчас мы все жиры едим пальмами. Пальмово-модифицированное масло, да? Звучен на молоке, в любом масле и так далее, и тому подобное. И они делают так топливо. Из него, из пальмового масла. Но вся особенность, вот я вам показал творение жиры, вы видели, мутная была такая-то самая, да? Мутная. Дело в том, что оно начинает, как бы, уже терять подвижность и появляются такие, ну, как бы, с русским, от температуры. Из-за того, что здесь много насыщенных кислот, метиловых эфиров, жирных кислот, то мы в результате получаем с вами, что при температуре уже плюс 5-10 градусов, работа нельзя. Но в Малайзии температура это... Но есть уже немцы делают, да, парки депрессорные. Депрессорные, это что, против температуры. И оно удерживает в нормальном состоянии. Поэтому, когда мы сейчас вот сюда поставим, давайте самое главное сделаем сейчас, да? Вот. И поэтому вот из творительного жира получается такое же... Получается такое же масло, то есть масло биотроплива. И после этого... И после этого... Вот параллельно с этим, есть творительного жира. Вот, правда, со ссором, да? Да? Сколько? Сейчас я еще раз собью. Вот перед вами классическое... Оно по-разному называется... Метиловые эфиры, жирные кислоты. Метиловые эфиры, жирные кислоты. Значит, из рапса. То есть, да, я сказал, мы отжали масло. После этого масло проходит реакцию перетарификации. В этом участвует, что? Спирт, катализатор, калий-УАШ или натрий-УАШ. И в результате перетарификации мы получаем с вами... Вот, я тут аж наглеел без верно, да? Сейчас везде... На коньяке, на водке, на воде пишут без верно. Ну, вот я... Да, это действительно еще было сделано. Да-да-да, да. Хотя можно использовать модифицированный рап, сою и так далее и тому подобное. Американцы делают из соя. В мире добывают 240 миллионов тонн соя. В Америке 80 миллионов. Америка аргентинга. И они заливают Европу всю биодизель. И говорят, давайте же Украина будет это дело делать. Потому что, продав тонну рапса, или продав тонну биодизеля, мы в три раза теряем поцелин. В три раза. И второй продукт, который получается в результате этой реакции, это так называемая G-фаза. Это тут глицерин, тут остатки метанола, тут остатки щелочи и так далее и тому подобное. И так далее и тому подобное. Вот, так сказать, и да, я самое главное вам не показал, что. Вот семена рапса и вот репаковые линии. Это масло из этого вполне нормально, если его рафинировать, то годится для пищи. Почему? Потому что в Германии нет солнечника, они все едят рапсовое масло. У них идет одна линия рапс, потом пошло на рафинацию, дезодорацию, получение масла. А вниз пошло что? На биотопливо, пошло на биотопливо. Единственное сейчас в Германии, какая проблема, как был раскручен маховик биодизеля, что там все засеяли рапсов и меркель, первая была уже налог на биодизель. Раньше налога не было. И там делали, вот как у нас пилеты, мы сейчас, вы наверное слышали, что такое пилеты, да? Это обычная мясорубка, и древяное продавливается через эту мясорубку и получает такие, ну как-то, пилеты, получается пилеты. И получается брекеты большие, которые сгорают с более интенсивным, интенсивным кислородением. Все, все я вам показал, да, и для того, чтобы, вот, если мы сейчас поставим в горячую воду этот метиловый эфир из вареного жира, вы увидите, какого будет цвета. Ну, теперь будем надеяться, что там все, в реакции, нормально идет. И следующее, что мы хотели, химический опыт, два фильма, да? Вот давайте с вашего разрешения, я как раз постою и посмотрю. Первый фильм мы смотрим. Да, как вы? Нет, давайте в начале, который записан. Слуха нет, да? Не знаю. У нас нет этого, да? Никакого. Давайте сделаем. Ну, давайте. Идет фильм, да? Значит, в 2006 году приехал канал Честных Новым, пятый канал. И мы поехали... Что это такое? Карафон? Карафон. Нет? Карафон. Карафон. Ну, может быть, связь по-разному. Ну, понятно. Да. Значит, мы поехали в Киенчевский район. Это по Старковому фермеру, который выращивает рапс. Вот. И Петр, забор о том, что вот это лишит у него 20 тонн рапса. Через неделю к нему приехал в Поляк. И этот раз самовывозом заплатил ему евро. Вывез в Одессу. И в Одессе погрузил на баржу и увез в Польшу. Вот этот весь раз. Значит, он говорит о том, что цены на топливо очень высокие. И он вынужден, так сказать, купить диодизельную установку. И на ней будет, так сказать, делать диодизельный топливо. Ну, это мы с ним давно знаем друг друга. Вот такая вот ситуация. Ну, в принципе, вот, значит, это кубовые баки с маслом. Вот дальше на фоне стоит с метанолом. Это калий-УАШ. И так же почему-то. Вот здесь мы смешиваем метанол с этим. А вот реактор на тон. Вот сюда заливается тона масла. Заливается 150 литров калий-УАШ, рассвоенный в метаноле. Потом происходит реакция. Вот то, что я вам говорил. Там стоит плешатка. Это в условиях фермерского хозяйства получается таким вот образом. Ну, здесь я говорю о том, что почему заинтересованы в Европе, как в сельскохозяйственном придатке. Потому что у них нет уже земель, на которых это можно сажать. Понимаете? Тем более, РАПС это непростое растение. Оно, как и подсолнечник, требует это самое. Ну, а это просто не показали. Сюда мы выделили вот это вот. Диодизельное топливо. Это МТС-80. У него двигается ДТС-40. Все, давайте здесь. Значит, это вы увидели. Самый простой элементарный. Он когда приехал в Поляк в 2006 году, привез эту установку, нашел меня. И мы решили обогатиться. То есть начали делать будем топлива. Хотя тогда не стандартов, ничего на него не было. Он покупал соевое масло по 3,10. Делал биотопливо и продавал по 3,50. 40 копеек он имел на битре. Но я не получил ничего. А он сбежал. Ночью тайно в Польшу. Почему? У вас, говорит, тут бандиты. Какие? Пожарник. Вначале к нему раз приходил месяц. Потом начал приходить раз в неделю. А потом начал приходить каждый день. Увидев, что это самое. Медицина накатилась. И так далее, например, станция. Я говорю, так что, в Польше не те бандиты, как в Украине. Нет у нас евро-бандиты. Мы люди евро-бандиты, а у вас бандитовичные. Это такая шутка небольшая. Значит, вот опыт такой. В настоящее время, по умолчанию, в Украине делается 50-70 тысяч тонн биодизита. То есть, собираются несколько человек, они покупают установку, и эта установка работает, не делает их еду. Они заливают, и по 7 дизельных, или по 6-50, они уже дизельные топливы не покупают. Или, как вчера показали, как открыли воровство, да? То есть, это как делается? Подъезжает ночью бригада, скрывает негтепровод, и холодной сваркой приваривает негтепровод украд. В закрытом положении засыпает, уезжает. Утром или днем приезжает 30-ти тонн гензовоз, открывает, открывает кран, закачивает и уезжает. Ну и так далее. То есть, мы не будем говорить о методах расклад топлива в нашей стране, они и зашивали. Тепловоз в одном месте останавливался, из бака прям подключали, из бака сливали. 10 лет полгода. Ну что, все у нас. Да, сейчас, пожалуйста. Вот. Хорошо. Значит, ну, фильм второй я хочу вам просто показать, потому что в этом фильме и показано, как в современной условии. Это самая простая установка какая-то, ну, мешалка периодического действия. Тонус наливе 45 минут сливе, далее остаются сутки. Почему сутки? Потому что глицерин должен... То есть, вот вы видите, что это топливо, оно имеет нормальный, как говорится, это самое, и готово для... Которые... Для... Для работы. Для работы. Получается. Да ладно, с фильмом, в общем, не давайте дальше тогда презентация. Кроматопус. Слушаем. 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 А, нет. И нажать надо на этот экран. Уже другой. Вот. Вон. Здесь. 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 Это фильм. Презентация. Кроматопус. Дает периодительные модули. И вот сейчас вы посмотрите методом кавитации. То есть, подается в потоки. Идет поток метамода, идет поток носта, попадает в кавитатур. Ну, что такое кавитация, вы наверное ну и оно, по крайней мере слышали, да? Это происходит локальное повышение давления, температуры. И в результате эта реакция идет не 45 минут, а вот именно в момент, когда проходится. Значит, то вы тут видите, это масло 5 кг, дальше метанола 0,56. Вот этот, так сказать, модуль кавитационный. Это все наливает в... Я думаю, тут комментировать не надо. Я езжу туда. До покупателей с Перу. Мы смотрели эту установку. Убит она, конечно, очень здорово. Здесь они звук сняли. Значит, и вот метанол и катализатор. Вот их соотношение. 5 кг масла, 0,56 кг метанола и 0,05 кг калий-рош. Вот они это все готовят и потом пропускают через этот кавитационный. Это второй тип получения диазолоклева, кавитационный. Третий тип, это когда тут везде участвуют жидкие катализаторы. Ну, хомогенный катализатор. А фирма Акцент, французы, сделали гетерогенными. То есть у вас идет поток маски, идет поток метанола, натыкается на сетку. А на этой сетке нанесен твердый катализатор. Проходя эту сетку, и при несколько повышенном давлении и температуре, мы получаем с вами сразу готовый пиодизер. Ну, естественно, с глицерином. Потом он разделяется и получаем это сетку. Ну и самая современная технология, это когда в закрытом объеме метанол переводят в состояние тройной точки. Это давление 80 атмосфер, температура 260 градусов Цельсия. И в течение нескольких мгновений без катализатора происходит вот эта вот реакция ПиАЭ, это элификация. Вот течет вот эта мудная такая жидкость, ну, после реакции. После того, что я вот насыпал, то вы несколько раз, у меня ничего не получается. А, нет. Видите, да, какой слой появился? Нет, не видно? Не видно. Не видно. Сейчас тут будет чуть побольше, значит, все, что не видно. Основой химии неудобность покрыта. Значит, вот выливают из татана, ну, это, как сказать, презентация. Включают вот секундометр, источные часы поставили. И вот вы видите интересное. Вот была такая однородная жидкость. Однородная жидкость. И теперь идет оседание. Почему? Тут глицерин. Глицерин имеет 1,25. Гугельный вес, а этиловые эфиры имеют 0,88. И вот постепенно происходит расслоение. Вот в том фильме, который я вам показывал, там делается, на ночь оставляют, и вот эти пубы, потом из них сливают эту глицериновую фазу. А то, что там получилось, заливают эту глицериновую. Но на чистом не работает. Ну, практически не работает, потому что он обладает более такими свойствами. Разъедать резину и двигатель неподготовленный для работы на бердителе может выйти из строя. А вот смеси, которые я там в этом фильме показал, B20, B30, они для двигателя не страшны. То есть в конструкции ничего не меняется. В конструкции двигателя ничего не меняется. Ну, может быть, вам двигатель так не совсем понятен, но я почему на него все время оставаюсь. Потому что это в основном стандарт сделан для дизельных двигателей. Хотя EROP разработал и второй стандарт. Это первый стандарт, о котором я вам говорю все время. Это стандарт E-14-214-2003. Это 27 стран Европы, работают вот по этому стандарту производства бердителя. И есть еще стандарт E-14-213. Это на печное топливо. Тоже из отходов масла делают печное топливо, которое сжигают в котлах и токарах. Хочу вам сказать, что после четырех лет, как говорится, вышел наконец-то ДСПУ-6081-2009. Это гармонизированный, так сказать, переведенный на видную мобу стандарт E-14. Е-14-й стандарт, это стандарт Украины. И я, так сказать, один из авторов. Начинала на шесть человек, а потом оказалось 28. Весь Киев, который только может туда исполнять. Дело такое. А так как у меня фамилия Семенов, то я оказался 25. У всех остальных на А, на В, на В. То есть это я просто вам так сказать в качестве реплики небольшой. Тем не менее, тем не менее, ДСПУ это есть. И теперь уже фактически мы можем производить европейского качества топлива и продавать его неравство возить. Это проще всего. Конкретно фермер ему что? Весной приезжает в поля, привозит евро, привозит адаптированные к этим условиям семена. Тот сеет. Его не так просто собрать. Он растет вот таким вот кустом. И когда его только чуть-чуть передержишь и подходишь к комбайну снимать, его только толкнул и все осыпалось. Вот это вот все семена, потом приводят к пионерам, и они по этой штучке собирают. Хорошо, что. То есть надо уметь. Поэтому делают такие рапсовые сорта, и на компайн делается такой стоп, и тогда уже идите им. Потому что если раньше снять, когда он не осыпается, в нем мало масла. Когда хочешь снять, то он просто осыпается. Поэтому не каждый фермер может выращивать. И вот того, которого я ухожу, когда он дал, он это дело может делать. Он это дело может делать. Ну, в общем, вы поняли, да? Не будем смотреть на эти часы. Все. С этим все понятно. С этим все понятно. Теперь с этого диска, да? Который. Сделаем презентацию. Можно пока вопрос? Да, можно. А вот вы упомянули B20, B30. Это значит, что 20 и 30 процентов? Да. По объему. Сначала вы говорили B5. B5 сейчас это принято в Европе. Ну, как бы стандарты все. Поэтому B20, B30. Американские аэрокромные тягачи дизельные работают на чистой бюро. Но для этого нужно тогда двигатель создавать. Надо четко в инструкции записать. Что нужно? Да, модернизировать. Модернизация заключается в чём? В резине. Вот в резине технических изделий. В Германии принята программа такая. Приходит фермер, у него старый трактор. Спасибо. Я хочу делать, ездить на биодизель. Ему бесплатно выдают на его двигатель вот эти все прокладки. Он ставит эти все прокладки. Сейчас вы знаете, где он находится. О, померяйте, вроде бы, да? Местер-местер-местер-местер-местер. Так вот, если взять дизельное топливо, то там вылить полную. И вот этот биодизель выливать нет? Не будет, да? Через три недели его не будет, потому что он разлакается. А дизельное топливо будет несколько лет здесь стоять, пахнут и так далее. Вот сейчас всё произошло с нефтью. Вот выбросы. Полтора километра. Вы представляете, нефтяная платформа, и у неё шёл тонкий шланг, который соединялся с этой скважиной. И теперь сейчас оттуда льётся до двухсот атмосфер, доходит давление нефти, когда скрывается класс. Ну, свежий класс. Поэтому закрыть его не так просто. Оказалось, заткни кропку и всё, да? Увы, не получается. Значит, теперь по поводу презентации. Давайте. Начинаем. А это мы потом посмотрим, потому что результаты вроде появляются на лице. Да, дальше, пожалуйста. Знаете, я бы хотел вкратце, если можно прокатиться по вот этому стандарту. Ну, может быть, какой курс 3, да? 3, да. Ну, я понимаю. Ну, вы же встречаете, когда идём, чтобы вас садят в машину с дизельным двигателем, она из бензина. Ну, не все, да? Вас это мало интересует, правильно. Главное, чтобы под капотом было сил 200. Не 60 и 50, как у Табли, да? Которая пока тронется, так у неё платы. Оказывается, она наехала на швачку, который... Это не может... А вот, когда вы садитесь на Бензии, или на Морседес, на Кутурганин, да? Вас не интересует, что там это. Так вот, это вот перед вами вот это вот дизельное топливо, которое стандартно заливается в наших дизельных двигателя. Вот, это наш гост украинский, летнее, зимнее. И это вот ЕН-14-214-2003. Ну, первое, это важно, что содержание эфиров 96,5%. Вот у Косе реакции должно получиться 3,5% остается непрородирующая масля, и так далее, и тому подобное. Плотность, вы видите, несколько выше, чем плотность у этого топлива. Ну, тут, правда, придутся идти. Здесь при 15 градусах, ну, на 10% всё больше. Надо отметить вязкость. Ну, вы знаете, в самом деле, солнце, да? Или миллиметр в квадратную секунду. Вязкость больше нескольких головок биодизельного топлива, чем у дизельного. Вот самый интересный, это температура вспышки. Я бы хотел обратить ваше внимание. Если дизельное топливо, ну, зимнее, потому что в нем больше легких углеводородов, чтобы оно не замерзало, температура вспышки 40, здесь 40-62. Здесь 120 градусов. Эфиры вообще вспыхивают при температуре 170-180 градусов. Но из-за того, что здесь остатки метанола, температура 120. Следующий, пожалуйста. Я очень быстро это. Ну, вот содержание серое. Вот самый неприятный момент. 0,5 десятых. Это очень много. Но это недопустимо много. Сейчас это нигде, топливо не проходит. И поэтому вы видите на поломке две цены, да? Дизельное топливо обычное. Дизельное топливо там евро-3 или евро-4. В нем значительно меньше количества серы. Вот здесь же сферы по природе своей нет. Поэтому 10-9 бгм. Это миллиграмм на килограмм. 10. А здесь 2 тысячи. 2 тысячи. Ну, как суевый. О, цитановое число. Есть понятие, а цитановое число. Вот вы когда идете, видите, да? Бензин 98, 95, там 80 и так далее. А это цитановое число. Она говорит о том, о воспламененности топлива. Чем оно выше, тем лучше. 45 стандартного дизельного топлива. Вот у этого из жиров, из створенных, у него цитановое число 65. У него цитановое число 65. Зольность. Ну, не будем содержанием воды. Да, вода. Ну, вода получается от реакции. Это плохо. Для метилового эфира плохо. Следующий, пожалуйста. Механические примуси. Ну, на медную пластино-добычную реакцию, если есть сера, нет. Окислительная стабильность. Если у нас, ну, будем говорить, не тот состав жирных кислот, который есть. Но жирные кислоты какие? Пальмитиновое, стиалиновое, олеиновое, линолевое, линоленовое. Ну, и рукава, если это расовое масло. Чем отличие дизельного топлива к льдам? Диодопливо состоит из всего 7-8, ну, как бы, вот этих эфиров, да? А дизельное топливо состоит из десятки, ну, из нескольких сотен углеводородов. Дальше, ну, кислотное число не будет, чтобы это следующее, пожалуйста. Диодное число. Вот на что бы я хотел обратить ваше внимание. Тут диодное число 6, там диодное число 120. Есть такое понятие двойные связи. Вот, например, эфир С, извините, я понюху не подошу. Значит, ну, например, вот молекула цитана, да, по которому определяется цитановое число. Это углеводород. Вот он вот так, и вот так у него водород. И так далее. Так вот, двойные связи, это когда между С отсутствует водород один, и между ними вот это вот двойные связи. Чем больше двойных связей, тем, в принципе, топливо менее стойко к окислению. Поэтому йодное число говорит о чем? Чем больше двойных связей, тем больше йодное число. У насыщенных кислот, йодное число равно 0. Например, фальмитиновая и стеариновая кислота. Это насыщенная кислота. Вот обратите внимание, линолизовая кислота, о которой я вам говорю, видите, допускается максимум 12%. Максимум 12%. В стандарте американском не записано йодное число, они демократы. У них половина показателей только тех, которые есть сейчас в европейском стандарте. Ну, соя, соя там 130-135. Ну, что мы можем сделать? Ну, на сою зато очень много. Поэтому этой величины нет. Вот, три двойных связи, линоленовая кислота, у нее три двойных связи. Поэтому он допускается максимум 12%. Если рыбий жир, на лейке делают из рыбьего жира. Там двойных связей 5-6. Но никак, сделали, сразу забили и сразу его использовали. Ну, а более насыщенные, это что? Больше четырех двойных связей допускается максимум только 1%. Следующий, пожалуйста. О, содержание метанола, да? Вот обратите внимание. Дело в том, что... Дело в том, что после реакции остается метанол. Ну, там есть разные мероприятия, которые этот метанол снижают до 0,5%. Если оставить больше метанола, как он остается, ну, вы знаете, самогон, да? Вот когда делают, есть самогон, он стакан державший, ну, девушки этого не знают, но, может, его наши знают, да? Ты чувствуешь это самогон. А есть самогон, как акцент. Так вот, если очистить вот тот фермерский диодизель, то в нем метанола будет мало. А он, когда приносит, говорит, я очистил, пробуешь вспышку, у него вспышка 40 градусов. Это, вае-то, что? Там, как минимум, около 0,8% метанола. Ну, это уже идут химические вещи, я не буду вас нагружать. Следующий, пожалуйста. Это по реакции получается моно, глицелин, 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 свободный глицелин, глицелин обычный. Следующий, пожалуйста. И, значит, металло, металло, калий, натрий остается, это от катализатора. И калий, махний, это иногда содержится в масле, в этом самом, в масле. Миллиграмм на килограмм, 10. Дело в том, что фосфор убивает катализатор и нейтрализатор вот в этих майбах. Мерседесах, да? Ну, в наших полах этого нет, катализаторов, да? А в тракторах и акробайных пинхоликах. Но, тем не менее, поэтому надо использовать масло, в котором фосфор в виде маскорипидов не более чем 10%. Это вот я вам, как я прокомментировал, вот этот стандарт. Ну, по дистопливу я вам не говорю, потому что норму может быть не надо. Следующий, пожалуйста. Ну, вот процент, который предполагается. Вот мы имели 3,5, 5,75, 6,25, 7, 2010 год. Я не помню, где это. Во Франции, да? Французы очень осторожно к этому подошли. Они в начале несколько миллионов километров проехали на 1-дизельном топливе, веще, чем, скажем, с 1,75 добавляют в дизельное топливное. Следующий, пожалуйста. Вот, значит, структура молекул метилов, герой, руковой кислоты и углеводорода. Значит, ну, чем отличается? Вот и руковой кислота. Дело в том, что в раксе он может быть высокой руковой и низкой руковой. В свое время канадцы вывели оттуда полностью руковой кислоту и назвали это сорт канола. Кан, канада, ойл, это что, масло, да? Канола. В нем оно можно использовать для питания. Как только процент, 4%, даже меньше, оно ни для животных не годится, ни, тем более, для человека. Поэтому вот эта рукой кислота, она вредна, в принципе, поэтому для еды она не годится. Для дизельного топлива она, чем удивительно, чем ее больше, тем теплота сгорания выше. Ну, почему это так? Так вот особенность этой молекулы. Вот вы видите кислород, который сидит в этой молекуле. И вот эта группа цешет. А так все похоже на вот этот вот такого типа углеводород, лучше всего для цвета нового числа, для процесса сгорания и цилиндры дизельного фирма. Следующий вопрос. Ну, это вот то, что, когда жена мне сделала эти образцы, вот я начал делать опыт это. От состава и температуры. Это был 2000-й год. Вот вы видите температура, вот мы от метиловое фир, ракса, у нас, дизельное топливо. Это аддитивные цитономерности, прямая линия. То есть, знаете тут, знаете тут, можно соединять прямую линию. Это в зависимости, да, это с керосином, а это с бензином. Ну, зачем, трудно сказать, они вообще не смешиваются, хотя метиловые фиры смешиваются с любыми нефтепродуктами достаточно хорошо. Следующий вопрос. Зависимость кинематической вязкости. Здесь уже, как сказать, зависимость неаддитивная и меняется по закону, ну, криволюмейному закону. Тоже я это дело проводил, определял вязкость. Есть такой, переделеча, прибор, на котором определяется кинематическая вязкость. Следующий вопрос. Это номограмма кинематической вязкости. Не будем на этом останавливаться. Следующий, пожалуйста. Поверхностное натяжение. Это тоже важная величина. Для чего? Чем больше поверхностное натяжение, тем труднее капли разрушатся. Поэтому кизельным иготелем это плохо. И вот поверхностное натяжение. Вы видите тоже смеси. На капельре вашей я хабы и проводил вот эти вот все опыты. Следующий, пожалуйста. Вот интересная кривая. Это так называемая фракционная разгонка. Например, если мы возьмем спирт и начинаем его греять. Ничего не происходит. Что-то как греет. Берется 100-миллиметровая емкость, греется и здесь через холодильник выходит капель. Начинает. Спирт вылетит в пределах полградуса. Вот как бензин. Вот если начинаем греять бензин, он вот таким вот образом, ну видите, 20% возгоняется, 40-60-80%. От чего это зависит? Более легкие углеводороды выходят что? Раньше, 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 раньше. Это бензин. Это кривые дизельного топлива и зимнее, и какое, и летнее топливо дизельное. А вот интересно, как вылетает, ну извините, слово не техническое, как происходит фракционная разгонка метиловых эфиров в жирное кисло. Вот вы греете, 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 доходе почти до 320 градусов. Ничего не капает, ну может быть там остатки метанола прокапали и все, и воды. А потом надо резку меньше градиент нагревать, и у вас вот как моновещество, они метиловые эфиры очень близки друг к другу. Ну не все, конечно, но где что в рапсовом масле. Вот это вот метиловые эфиры, репаковое рапсовое масло. Вот они вот таким вот образом, ну практически в небольшом диапазоне, происходит их фракционирование. Происходит их фракционирование. Следующее, пожалуйста. Ну это, давайте опустим, если надо, потом прокомментируем. Это углеводородоцитановое число, ну здесь это, пока она требует модернизации, эта картинка. Значит, здесь вы видите цитановое число, вот вы видите, цитановое число, вот цитана это 100, вот так меняется, если это ЦН, ну, ряд, эти самые, полеводородок. А вот так меняется метиловые эфиры, жидные кислоты, вот такая вот зависимость. Я проводил такие опыты, у нас на заводе Малышева в Паркере была установка для определения цитанового числа. И часть всех веществ, вот метиловые эфиры подсолнечного масла, метиловые эфиры подсолнечного масла и соевого масла. И вот цитановое число получилось, 49, 50, 2, 50, то есть соответствует стандарту 2,51. Следующий, пожалуйста. Ну я не знаю, показатели работы, ну не будет, да, не будет вам, как говорится, это стенд, на котором проводятся испытания, все это, пожалуйста. Да, вот хотелось бы на чем остановиться. Сомнение эмиссии тортических компонентов, это так. Ну вы знаете, что главным двигателем атмосферы являются вот эти вот автоматики. Но это никак нельзя остановить, понимаете. Вроде же ЦН уже подняли, все, все равно украинцы напрягаются, крутите перу, чтобы же ездить. Да? Ну может быть и правильно. Всем хочется жить красиво. Так вот, в выхлопе этих двигателей очень много неприятных веществ. Какие? Ну в частности, ЦО, это уроки с углерода, это углеводороды нестаревшие, это оксиды азота, N2O5, N2O2 и так далее. Это ФН, твердые частицы, твердые частицы и сажа. Сажа чемпаха, что она содержит, адсорбирует на поверхности своей канцерогенные вещества. Мы дышим этим, ну хоть тут и фильтруется у нас, но тем не менее. Особенно это предыдует я курцов, те, которые кулят. А половина же с вас, как минимум, кулят, да? Поэтому надо... Нет, да, не половина, чуть больше, да? Чуть больше, да. Ну, по крайней мере, ухопы кулят все девушки, как не сказал. Ребята уже бросили, а они провоздают культуру. Одна заботится, что у меня мама пыла, поэтому я укроп и там нет, ну все, и так далее. Надо бросить культуру всем сегодня. То есть инфекция выйдет с дальней пачки сожгенных всех девушек. Хорошо. Значит, вот смотрите, если при работе на дизельном топливе, мы примем за ноль. Ну, как бы, уровень этих выпусков. Так вот, если... Ну, это непосредственно и коллектарное, это я потом вам прокомментирую. Значит, если использовать для дизельного топлива, метиловые эфиры, то мы получаем снижение СО на 10-12%, HС на 10-35%, несколько возрастает ухи статус, вот это я вам скажу, твердые частицы уменьшаются, и сажат уменьшаются. Поэтому, вот в этой книге приведен очень интересный, красочные фотографии, это россияне, так как я не выездной, меня за границу не выпускают. Почему не выездной, не знаю. Где я знаю, как я не выездной. Значит, вот здесь вот такая вот картинка. Это табло, которое сфотографировано в Германии. Стоимость биодизеля 99 центов, ну, евро, да? Евро. Дальше идет дизель обычный, 1,08. 1,08. Дальше идет бензин, но бензин не будет. То есть у нас сейчас европейские цены на бензин. У нас, ну, чуть меньше, да? Ну, Германия сейчас упала. В чем дело? Оказывается, в нормальных странах вводят специальный экологический налог, экологический налог на дизельные топливы. Что? Для того, чтобы устранить негативное влияние при работе на чистом дизельном топливе. Если ты работаешь на биодителе, то тебе есть определенная преференция. Вот это, ну, просто, чтобы вы себе представляли, как в нормальном стране происходит. Теперь по поводу, почему высшего кисла азота. Вот, оно есть. Высшего кисла азота, потому что сидит молекула, вот здесь вот вы видели, метиллорфетер. И получается, вся проблема в дизеле какая-то. А, ну, мы это картинки посмотрим, лучше я вам на картинках расскажу. Получается, что при варенье нужен кислород к топливу. А тут находится он внутри что? Малекула. Поэтому при заранее температура в цилиндре двигателя несколько выше на метиллорфетерах, чем на чоку, чем на дизельном топливе. Поэтому есть повышенные выбросы азота. Но это легко устраняется воздействием на органы управления двигателя. Это, первое, уменьшение угла движения подачи топлива, подача воды на впуске и рециркуляция отработавших газов. То есть часть углубленных газов подается на впуск. Следующее, пожалуйста. Ну, не будем это... Это показатели работы двигателя. На дизельном топливе и биодизельном топливе. Разные составы. Это, если надо, я потом вам следующий показат. Тоже показатели работы. Это много густая с вами. И все, да? Ну, это тоже показатели. Ну, это что происходит с биодизельным топливом. То есть с диагетром, если работать на биодизельном топливе, на плохом, некачественный, биодизельном топливе. Вот. Ну, не будем тоже раз выше вне. Делательство, зачем мы это делаем? Все, да? На этом эта презентация заканчивается. И сейчас мы посмотрим с вами, пока перенастроить эту вторую презентацию. Посмотрим, что же у нас получилось. Все получилось. В общем, все я имею. Значит, вот вы видите то, что вы видели на этом самом, на опыте с этим. С гравитатором, да? Вот, значит, в результате этого, ну, еще если сутки постоит, еще больше отстоится. Значит, путем гравитации происходит осаждение чего? Глицериновые фазы. Здесь глицерин, здесь метанол, здесь калиулакс, здесь остатки масла и так далее. И становится более светлая и так далее. Вот, фактически, вот этот вот геодизм. Потом снизу, там вы видели, конус такой, сливается глицерин, а потом сливается геодизм. Вот мы получили с вами, как сказать, во второе, в Украине, которое это делал. В Киеве я делал, в национальном алицерином университете. Как ни странно, тоже все девушки были. Ну, там гематологи. А сейчас отшили физику, поднимайся. Тоже правильно. Так, с этим понятно, да? Да, с этим понятно. Теперь несколько слов. Вы не устали еще, нет? Что у нас вовремя? На начале 13-15. Чар, да? Вы еще минут 20 потерпите? Ну, что первое, это то, что опыт показывает высший, и потом заходит в максимум кода. Значит, это разве первый кадр в презентации, нет? О, нет. Посмотрите. Да, посмотрите. Значит, теперь, какая я в интернете нашел... А, вот вторую картинку лучше покажите. Вторую. Вторая, а тут третья? Да. А, какая? О, вот это вот. Значит, это снятый, свежая презентация 2008 года. Иностранная, но там мы сейчас увидим, какой институт. Значит, вот перед вами характерны три процесса, которые происходят вверх. Вот бензиновый двигатель, да? У вас входит топливо, входит воздух, перемешивается, получается, агомогенная смесь. Поршень поднимается, поднимается, в это время проскакивает упрощенный искрак, и это все дело поджигается. И после этого двигатель начинает, как говорится, поршень идет вниз, и вот так вот это дело все вращается. Что самое удивительное, вот эта формульная, если кто-то смотрит ронки, формула 1, да? У них там, мы видели, иногда показывают, таком это, да? 19 тысяч оборотов до 20 тысяч оборотов. Трудно себе представить. Тем не менее, там все сгорает. Там используют высокооктановые до 100 единиц топлива. Теперь в дизельном двигателе. В дизельном двигателе засасывается чистый воздух, сжимается, и в определенный момент через форсунку инжектор, фиор инжектор, да? Топленная форсунка. Прыскивается топливо. Вот такие вот струи распространяются. В зависимости от того, какой это двигатель, в ней могут быть 4, 3 струи, 4 струи, 5 струи, 6, 7, 8. И вот на ваших судовых двигателях, ну, в которые вот в портах заходят большие ваши, ваши наши корабли, то там форсунка вот с меня роста, 1,80 метра. Вот такая вот форсунка. И впрыскивается там очень большая порция топлива. А это вот новый тип, как бы, смеси образования сгорания. Это подается в топливо-воздушную смесь, сжимается, но воспоминение происходит не от свечи, не от свечи, а от чего? От сжатия, от сжатия. Ну, я не владею на месте, вот тут это вроде как бы написано, да? Ромогенная. Следующий, пожалуйста, вот тот первый, да. Ну, здесь написан весь химизм. Вот посмотрите, как эта картинка, отснятая, живая, как происходит начало горения цилиндр-дизельного двигателя. Видите, сколько струй? Раз, два, три, четыре, пять, шесть труб. Они обычно симметричны. И так как эти первые порции, они дольше всего находятся в цилиндр-дизельном двигателе, происходит начало горения здесь. Потом охватывается вся струя, и вот надо сжечь. Поэтому дизельный двигатель малооборотный. Четыре, пятьсот, до пяти тысяч. А бензиновые, ну, в смысле, вот тут искры, они сколькины. До двадцати тысяч. До следующих трех тысяч, да? Ну, здесь обещали, что будет переводчик. Ну, ладно, может вы... Короче говоря, это я так понял структура струи. Струи, что там внутри находится, что там все видите, что-то становится, да? Это соотношение воздуха-воздуха-топлива. Внутри это, что максимум, это топливо. В середине как бы находится стихиметрическая смесь, а снаружи находится пары, пары топлива, которые и потом у вас выделяются. Следующая, пожалуйста. Ну, я не из-за этого вам хочу показать. Значит, здесь вот индикаторная диаграмма, или, может, лучше на том расформа, на тех картинах, да? Ну, давайте просто пройдемся здесь. Это все идет разговор о горении. Как происходит горение в цели предъявлениях. Вот. Ну, вот. В зависимости от температуры, как происходит подводь тепла, подводь тепла и так далее. Следующее, пожалуйста. Это условие, кажется, вот П, видите, выбросы теоретных частиц, зависимость и NUX. Это требования к экологии выхватных газов. Следующее, пожалуйста. Это аналогично, ну, в зависимости от мощности. Это вот, если вы работаете на биодизеле, то вы видите, что вы видите, вот СО, твердые частицы, NUX и углеводород, да? Вот. То есть мы видим, что при соотношении это дизельное топливо чистое, это П-100. Вы видите, насколько снижается СН, СО. это и несколько возрастает, что вы видите, возрастает ОКИ сразу. Так почему мы с вами говорим? Следующий вопрос. Это аналогично, что тогда выбросы. Вот устройства, приборы, ну, или, вернее, для устройства как же снимаются эти фильмы все. Такое мощное кварцевое стекло или сбоку, или сверху вставляется, и происходит, что съемка, можно по-разному снимать. Можно снимать просто скоростной. Мы снимали скоростной 4000 кадров в секунду. У нас как-то зык, и мы снимали распространение струек, происходили вазон, для того, чтобы не было вазон. Следующий, пожалуйста. Ну, это все показано, что тут происходит турбализация, как тут происходит движение воздуха при движении коршня. Следующий, пожалуйста. Ну, это должны быть картинки, что же происходит. Вот видите, это что, минус 18-25 градусов ДВМ-берр, это 0,7,5 градусов ДВМ-берр. Следующий, пожалуйста. Давайте, я хочу показать вам просто интересную картину. Следующий. Это вот показано распространение пламени, в предпрыски это что такое? В нулевое, это дизельное топливо, это Б-100. Вот вы видите, за 20 градусов здесь впрыскивается и здесь. То есть, раньше начинается свечение, это говорит о том, что топливо более восприимчиво, ну, вернее, не являет, ацетапового числа его больше. И вот за 7 градусов до ВМД, минус 7 градусов, да, вы видите, что происходит, по-разному, происходит процесс горения, процесс горения, цилиндр-двигатель. Если здесь практически нету уже частиц, которые звучат, ну, свет, будем говорить, то тут еще идет до армии, тут еще идет до армии. Следующий. Ну, это все показаны процессы, как происходит пламя, цилиндр-двигатель, распространяется, и так далее. Но это можно будет потом сделать переход и более подробно вам рассказывать на более старший курс. Ну, по этим картинкам мы посмотрим чуть позже. Следующие. Ну, давайте на этом закончим, да? И вот там, где картинки последних осталось. Здесь же? Нет, не эти, только там отдельные, они, кажется, записаны. Да, гранина указала. Вот это вот, да. Саша, сейчас. Сможем? Значит, что я хочу вам показать здесь? И мы закончим. Я понимаю, что вы уже правильно. Внизу. Значит, вот смотри, перед вами, чем... Для каждой науки, для каждого предмета есть икона. Икона, в качестве иконы для гигагелистов, то есть для нас, это является индикаторная диаграмма. То есть, как меняется давление в цилиндре двигателя по углу поворота количества ватт. Вот как меняется давление. Вот оно меняется так. Вот в барах, да? 122. Ну, это 120 килограмм в сантиметре квадратно. Вот идет сжатие, сжатие, сжатие. Потом подается топливо. Что здесь нарисовано? Здесь нарисована сигма. Это интегральная характеристика подачи топлива в цилиндр. А это характеристика, какая? Дифференциальная. Подается топливо, есть период задержки воспоминения, и потом начинается горение. Вот тут нарисованы две картинки. Это горение дизельного топлива и метиловых эфиров ракса в масле. Вот так меняется давление. Как меняется температура? Ну, осредненная температура. Как мы ее считаем? ПВ равняется МРТ. ПВ у нас есть, В есть, масса у нас есть, газовая постоянно есть, и мы меряем температуру. Вот у нас средняя температура по циклу. Не локальная температура в каждой точке, а средняя температура. Так вот, при работе на биодизельном топливе, но тут, это не так ярко видно, вот видите, да, МРТ, у него температура чуть больше, чуть больше, больше, больше. Вот это дает больше окисловозода. Окисловозода. Это вот в двух словах. То есть, снимается индикаторная диаграмма, определяется температурная, и следующее, пожалуйста. А следующее, значит, это так называемые кривые тепловоделения. Мы подводим толкового цилиндра, и как же оно выгорает. Вот, предположим, условно говоря, мы впрыснули один грамм топлива. Выгорает, то оно толково-интегрально вот этим вот образом. То есть, горит не мгновенно, жарит, как бензиновые двигатели, да, там практически вспышка, и получилось это самое. А здесь горит оно постепенно, 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 и догорание, даже еще, перед открытием, перед клапанами, еще, может даже горит. Это интегральная характеристика, а вот так выгорает топливо-дифференциальная характеристика. Поэтому вот ваша кафедра именно занимается чем? Что вот в этой мощной модели, о которой я вам говорю про расчеты процесса сгорания, мы можем всю индикаторную диаграмму считать. Надо вставить такую адепватную модель математическую, чтобы мы правильно считали, и икона, которую мы отсняли на пиротере, совпали, наши расчеты совпали с этой иконой. Все, как только мы это сделаем, как минимум, так и Нобелевская премьера будет. Потому что еще в 38-м году Академия Наук СССР отказалась разрабатывать математическую модель процесса сгорания цилиндр-эклировки из-за ее сложности. Меняется давление, меняется днем, меняется масса и меняется температура. Все четыре параметра меняются. И посчитать, конечно, очень сложно. Конечно, что чушь отказалась, но тем не менее. И так как я этим занимаюсь, то я знаю, как минимум, есть полсотни моделей в докторе, и сотни две модели кандидатские. Процесс изгорания цилиндр-эклировки, бензиновая и дизельная.